следующее что я хочу показать это изоляция нижних ресниц для чего она нужна она нужна для того чтобы у нас реснички верхние с нижними не склеивались и чтобы у меня вообще было хорошо видно все ресницы для этого я прошу нашего клиента открыть глазки каким образом я подклеиваю я подтягиваю нижние века и закрывая нижние ресницы прикладываю вот так вот гидрогелевую подушечку закрываем глазки все у нас все готово очень легко и просто гидрогелевые подушки очень удобный вообще в работе чем они мне нравятся тем что очень они большие и хорошо фиксируются на нижнем веке то есть мне не нужно переживать о том что нижние ресницы у меня из этой подложки выбьется это один момент и второй момент то что они такие белые и очень хороший контраст создается и мне очень хорошо видно все реснички что мы делаем следующий этап после того как мы подклеили нижние века но я хочу для себя определить я допустим уже определила вид моделирования и хочу показать вам как это делается как разделить глаз на сектора и начертить скажем так схему моделирования который я буду сегодня пользоваться мы выбрали кукольный эффект каким образом он у нас моделируется я всю ресничную линию от первой ресницы до последней визуально делю на три части и у нас в таким образом получается три сектора и я их черчу по направлению роста ресничек так вот так как у нас за открытие отвечает второй сектор соответственно самые длинные ресницы я буду наращивать во втором секторе длину уже мы с клиентом обсудили до выбрали вот собственно и начнем процедуру ресничками пользуемся мы в нашем учебном центре верди и вам советую вообще замечательные отличные ресницы и мы пользуемся вот таким клеем оникс вот он двухсекундный до вообще он подходит для начинающих мастеров очень хорошо почему потому что дает возможность исправить какие-то недочеты в работе вот если например неправильно направление выбрали искусственные ресницы или отступ сделали слишком большой или слишком маленький вот в течение двух секунд мы еще успеваем исправить ситуацию каким образом проводится процедура сейчас покажу клей я тщательно взбалтываю потому что основа клеящая данном случае цианакрилат она всегда оседает на дно вот и скажем так цианакрилат обладает вот именно вот этими клеящими свойствами соответственно для того чтобы у меня была хорошая сцепка я обязана очень хорошо взбалтать клей чтобы цианакрилат поднялся наверх следующее что я буду делать я праймером наношу капельку праймеры на ватную палочку и я буду промазывать ресничные ряды вот отсюда покажу вот тогда по одному разу достаточно для чего это нужно это нужно для того чтобы сцепка была еще лучше что еще хочу отметить каким образом да у нас с чего начинается процедура я помимо того что на ресницы на ленту да наношу праймер я также капаю каплю праймеры на микробраш одну капельку и стряхиваю как градусник затем все реснички я промазываю праймером для чего он нам нужен праймер открывает чешуйки и клей заходит в эти чешуйки и таким образом получается очень хорошая сцепка следующее что я буду делать я буду наносить усилитель клея что такое усилитель клея да вот он и для чего он нужен так как после процедуры наращивания нельзя мочить глаза 24 часа усилитель клея позволяет сократить это время до 8 часов точно так же как праймер я наношу одну капельку на микробраш стряхиваю как градусник и точно так же промазываю все реснички от основания до кончика и жду немножко должно подсохнуть буквально полминутки немножко причесываю я реснички следующее что я делаю я буду подклеивать века для чего это нужно это нужно для того чтобы у нас ресницы не приклеились к подложке слегка слегка и необходимо себя всегда проверять по зеркалу вот так подношу я зеркало да и смотрю не видно ли у меня глазного яблока немножко видно чуть-чуть я ослабляю все вот для чего я себя проверяю чтобы было не видно глазного яблока потому что если его будет видно испарение клея будут попадать в глаза соответственно это чревато слезы течением и как следствие плохой сцепкой и плохой ноской ну так вот с чего я начинаю я изолирую одну ресничку формирую на ленте пучок и начинаю наращивать таким образом обязательно делаю отступ чтобы реснички были комфортны в носке потому что у нас на глазах от 150 до 300 ресниц если я буду не буду делать отступ они будут колоть нашему клиенту будут очень некомфортно и клиенту захочется их выдернуть некоторые так ведь поступает так вот каким способом я иду я иду способом книжка это одна из техник постановки искусственные ресницы на натуральные то есть я иду с обоих концов к центру почему я так делаю и для чего я делаю так для того чтобы у меня не было склеек ресницы иду одна за другой и это позволяет мне избегать пропусков немножко завожу пинцет чтобы скажем расстояние между ресничками да при объемном наращивании должно равняться 3 миллиметра если будет уже 3 миллиметров то вот этого эффекта объемного пушистости ресниц его будет не так заметно скажем так а нам нужно именно создать легкие пушистые реснички красивые соответственно стараюсь соблюдать все правила процедуре наращивания ресниц я ставлю на натуральную ресничку искусственная да и жду какое-то время потому что клей двухсекундный и мне нужно чтобы он схватился хорошо таким образом еще на что хочу обратить внимание когда например мы одну длину какую-то наращиваем да и скажем так ресничные ряды они неравномерны и на верхней самый верхний ряд мы берем длину на одну короче основной то есть если у меня сейчас длина 12 например да я наращиваю это самые длинные ресницы из всех которые сегодня буду использовать то самый верхний ряд я беру ресничку 11 длины для чего это нужно это нужно для того чтобы не выбивалась эта ресница из общего ресничного ряда и красиво укладывался форму а у нас она должна быть овальная вот таким образом заполняем все ресничные ряды помогаю себе пинцетом да нам нужно залог хорошего наращивания правильного это очень хорошо изолированная ресничка соответственно развожу пинцет посильнее прямой для того чтобы у меня была возможность пинцетом изогнутым правильно нарастить то есть если я узко до заведу разведу пинцет я приклею тогда могу приклеить к одному к одной из сторон пинцета соответственно я должна создать настолько комфортные условия для работы чтобы мне ничего не мешало не препятству поэтому я сильно развожу этот пинцет прямой приставляю пучок держу несколько минут не минут секунд и немножко завожу пинцет в пучок его раскрывая да даю возможность клею схватиться и перехожу другой реснички и вот таким образом я буду заполнять все 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 ресницы которые есть у нас у клиента это позволит мне создать объем в данном случае мы делаем двойной объем ну и собственно говоря вот такая процедура наращивания мы не допускаем никаких склеек никаких отслоек для того что у нас было идеальное наращивание бывает такие ситуации когда пучки схлопываются ничего страшного в этом нет заводим пинцет изогнутый в пучок разводим реснички друг от друга и немножко держим давая возможности к клею схватиться вот и все и все есть и все если я вижу что у меня пучки начинают все чаще схлопываться что я делаю я наношу опять праймер и промазываю ресницы на ленте это нужно для того чтобы пучки не схлопывались ну и вот таким образом я заполняю все ресничные все реснички до 1 до для того чтобы не было полное наращивание и завершая таким образом процедуру я буду акцент делать во втором секторе который отвечает за открытие потому что нам нужно добиться именно этого эффекта открытый взгляд получить и буду постепенно к внешнему внутреннему углу переходить на более короткие длины для явно выраженного эффекта всем спасибо за просмотр до новых встреч